Вы слушаете канал ЖАШ.КЛАБ Рассказы про подростков День рождения В который раз я убеждаюсь в том, что наша жизнь – невероятнейшее переплетение эмоций и чувств, которые сменяют друг друга с такой сумасшедшей скоростью, что насладиться ими в полной мере времени просто не хватает. Но именно эта череда событий, нами пережитых, и делает нас счастливыми, заставляя улыбнуться в своих воспоминаниях. Квартира у нас не очень большая, всего три комнаты. И теперь, когда к нам временно переехала мама, честно говоря, стало многолюдно. Хорошо, что у меня жена вот такая, с пониманием, в тесноте, мол, не в обиде, говорит, это ее свойство вообще многие острые углы в жизни сглаживает. Тем более, что после смерти отца маму одну оставлять нельзя. С нами ей, конечно, скучать и тосковать времени не остается. Сами судите, утром надо ни свет ни заря встать, начать завтрак на всех, для нашего сына, школьного выпускника Славки, дочки-пятиклассницы Анютки, собственно для меня и жены, готовить. Затем собрать кого на учебу, кого на работу, потом убраться, постирать, сходить в магазин, сварить обед и так далее, и так далее. Сейчас вы скажете, что, как мне не стыдно бабушку эксплуатировать. Не стыдно, потому что так ей действительно легче. По крайней мере, ее слез я больше не вижу. А папе она теперь разве что ночами плачет. А как иначе, полвека вместе жить, срок нешуточный. Привыкаешь, а тут раз и все, одна осталась. Поэтому мы все вместе ей свою любовь, кто как может, показываем. Дело в том, что мама как-то давно еще сказала, если он, муж ее, умрет, то и она от тоски следом. Вот так, с нами на эти глупости ей времени просто не хватает. Ведь кроме любви еще и ощущения нужности существует тот самый двигатель жизни, похожий на паровозную топку, в которую дрова забот постоянно подкидывать надо. Чтобы состав не остановился, сегодняшний день выдался очень суматошным. Слушай, ба, Анютка на ходу одной рукой бутерброд доедала. А другой пыталась кроссовки завязать. Ты мне по секрету скажи, тартик с чем будет? Анечка, бабушка вздохнула и улыбнулась. Но ведь тогда сюрприза не получится. А ведь в день рождения всегда их больше всего хочется. Вот и я об этом. День рождения-то уже ведь начался? Самого утречка уже идет. Поэтому, бабуль, колись, ладно, бабушка рядом с внучкой присела, помогла второй шнурок завязать, так и быть, скажу. Торт приготовлю с клубникой и кремом из взбитых сливок. Ура! Анютка бабушку за шею обняла, в щеку чмокнула. Какая ты у меня хорошая, ба! А свечки будут? Будут-будут, как полагается, все одиннадцать. И тут Анька вдруг спохватилась. Бабуль, жалко все-таки, что ты со мной в один день родиться не успела, на целых двое суток опоздала. Это почему же? У нас сегодня два торта было бы. Хотя, если подумать, то, может, это даже неплохо, удовольствие на подольше растянуть получится. Бабушка рассмеялась, ох и хитрющая ты у меня, Анютка, нет, ба, я современная. Развернулась и убежала на свою тренировку в секцию гимнастики. Вообще в июне в городе, считай, мало чего для детей работает, все кружки и школы дополнительного образования тоже на каникулы уходят. Как это и не странно. Казалось бы, наоборот, должно быть. Бабушка вздохнула и на кухню пошла, ведь действительно, подумала, послезавтра нужно еще один торт печь. Совсем про свой день рождения забыла. А завтра, в промежутке между рождениями, у словика выпускной, надо костюм с утра отгладить, рубашку приготовить. На всякий случай все задачи поэтапно в блокнот записала. Очки сняла, за стол присела, в окно засмотрелась. И только была о чем-то своем задумалась, как входная дверь открылась и зачем-то вернувшаяся Анютка в квартиру забежала. И прямо с порога, ба, ба, ну, чего случилось? Забыла чего. Бабушка в коридор навстречу внучке поспешила, ба, я вот чего придумала, говорят, что заранее день рождения отмечать уж точно нельзя, а вот позже, можно. Поэтому давай-ка мы с тобой в один день. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.